Пациент 37 лет бросился жалобами на грустную массу тела, изжога в течение последних 4 месяцев несколько раз в неделю, неустойчивый стул, последние 10 лет, диарея по 4-5 раз в сутки. В анамнезе до 26 лет вес был в норме, после 25 лет без видимых причин вес стал нарастать. 31 год бросил курить на фоне чего, скорость тампура веса увеличилась еще больше и вес до сих пор нарастает, не останавливается. Мы выявили у него дисбактериоз, я здесь не записала, мы выявили хеликобактер, тоже хеликобактер провлечили. Там же ты жалоба была. Штуровой гипотоз, у него по УЗИ, артериальная гипертензия очень даже большая, от 220 это была максимальная вера. Сейчас еще покажу. Я на яблоке в виде красильницы. Так, он не работает, да? Нет. Значит, вот его показатели. По биоимпеданции масса тела почти 97, пациент жира в организме 31, но для мужчины многовато. Мужчина должен быть до 25. По индексу масса тела ожирения в первой степени висцеральный жир 14, 37 лет, 14 висцеральный жир. То есть, основная проблема, да, то есть, да, есть и наружный жир, да, потому что 31% жира наружного, но висцерального жира... А как он еще? Это биоимпеданция. Я тоже есть, он не выше рукой, а не выше рукой. Значит, это его показатели. В общем-то, с этими анализами он ко мне пришел, вот сразу он их мне принес. Глюкоза 6,2 высокая, гликированный очень высокий. Ну, тут все совпадает никаких, ну, то есть, с жалобами и со всем остальным. То есть, у него глюкоза высокая, гликированный вообще 6,6. Это диабет второго типа, диагноз. Даже для эндокринологов, которые работают по протоколу и в обычной поликлинике сидят, то есть, в принципе, тут сразу идет. Общий белок, естественно, понятно за счет чеков. Альбумин с ним, диссоциация здесь 60% точно, наверное, нет. Ну, это уже 51. С-реактивный белок 2,3, не выше 0,55, значит, что у нас огромный. Фибриноген от двух до трех подтягивается, не всегда они в паре идут. Жировая клетка является чем? Воспалением. Цитокины выбрасывает в кровь. Поэтому и почему бороться нужно, как говорится, с этой штукой. Мочевина все равно низкая. Мочевая кислота 343. Она уже поехала выше, вырвалась за пределы. Кретин пойдет. Билирубин какой? Высокий. Холестерин 5,32. Триклицерин 2,8. Это 6,6. Липиды высокой плотности низкие. Как минимум до 2,5 должны дотягивать. Липиды очень низкой плотности 1,28. Один из вариантов не ест жира. Да? До тебя ел. Со мной тоже ел. То есть у него синтетическая функция печени что? Низкая. Низкая. У него нижняя граница нормы. Или даже больше. Щелочная. Цинка магния нет. Антитела неплохо. ТТГ 5,4. ТТГ 2,1. То есть, ну, гипо. Понятно, он весь набор набирает. Но активно здесь, в принципе, снижать ТТГ не имеет смысла. Потому что Т4 свободный 15,9. То есть, организм компенсирует по поводу щитовидной железы. ЛТСТ как у запойного. Это жировая дистрофия. И, в принципе, видите, как 62,28. То есть, прогноз неплохой. 37 лет. Почему? Потому что не катаболизм, а анаболизм преобладает. И организм пытается, что сам себе что-то доказать. Что это у тебя? Да. Значит, это мой... Вот так как я сказала, что он с теми анализами пришёл. Но я ещё предположила, что у него есть дефицит половых гормонов. Поэтому мы заполнили на просьбу КМС. 37 баллов. Получил средний адрогенный дефицит. Дальше показываю половые гормоны. И не зря сдавали половые гормоны. КСБГ 7,6. Ничего себе. Общий тестостерон 7,4. Ну да. Бедная жена. И есть. Это моё назначение. Ну, твои назначения. Молодец. Результат какой? Значит, результат. За 3 месяца у нас минус 15 кг. Ну, сразу же, что он ещё уезжал в командировку, там, на 2 недели. У него там вес туда не снижался в тот период. Поэтому, в принципе, туда чуть меньше, чем 3 месяца. Процежет 23. А диета? Назначено? На диету? На диету? Лигированный гемоглобин. Молодец. Глюкоза. Пойдёт. Мочевая кислота. Молодец. ЦРБ. Шикарно. ЛТСТ. Ну, притормаживает нормальный процесс, поэтому всё хорошо. Сказал ему, утипермогенный комплекс долго не стал. Ну, так бывает. ТТГ. Переиздавать. Потому что так, что-то как-то напрягает. Ну, да. Что-то вот в ТТГ. Хотя 23,3 и 0,2. Нет, что-то не то. Почему? Уже тут. Ну, да, да. Я не претенджу к вам. А за сколько он? Возапривайся на 30 кг? Холестерин 5,2. А физкультура была? Нет. У меня никто из пациентов не занимается спортом. Я не про спорт говорю. Я про физкультуру. Молодой мир. А просто физическая активность. Все равно. Неужели даже пешком вы не рекомендуете 10 тысяч шагов? Я там носил как этот. Нет. На носилку. Йога, Кролата, зарядка в положении сидели у нас. Ну, все равно. Ну, есть, есть. Все равно есть. Я и говорю, все равно. На андрогель назначены. Значит, да. Я ему сначала андрогель. Мы с ним сделали пробу на оценку выработки тестостерона. А вот мы сдали тестостерон кубичек калорий. Ну, вот он не поднялся на 25 процентов. Поэтому, ну, он скажет, что я еще буду пересдавать. Так, можно еще раз выразить значение? Да. Верните. А можно? Да, посмотри-то. Верните. И первая можно? Верните. Верните. А первая? Верните. 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 Да. Драгения, что нам в пакетике там было показано. Он поднялся у нас с тестостерон до 13. Но я могу сказать, что для него 13 уже очень много. Он мне звонил и говорил, я работать не могу. У меня все мысли только об одном. Есть жена? Да. 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 Знаешь, что ты говоришь, жене? Верните. Верните. Теперь жена не справляется. Теперь жена не справляется. Это эйфория? Да. Это пройдет, да? Это пройдет. Это практически. А, по поводу поноса, да. Значит, сразу убрала блютену, брала молочку, да, значит, сразу перестала один раз в день. Переносимость. Да, переносимость, да. Да. Забыла про поносу, что это... Втерполы. Учонки. Учонки. То есть, переносимость. institution, да. Эйфу, воно, да. А, шарфейн. Блок-ичин. 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 А, на... А. Блок-ичин. Блок-ичин. А, воно.